Муж сходил в магазин, купил мандаринчиков. Какие-то мандарины все-таки надо помыть. И морковки взяла. Наша морковь уже закончилась. Поэтому покупная придется. Ну ладно. Тут вот у меня посуду надо мыть. Девочки, какао, видите, пили. И все кружки вот так вот у них. Сейчас помою их. Вот эту вот посуду мне помыть надо. Сельце-то я приготовила. Буду сейчас супик варить. И молочный буду еще варить. И баню топим сегодня. Короче, сегодня весь день. Как савраски будем. Так, поставила варить суп молочный. Рыбный суп будет. И чайник скиптить. Надо кружку опять помыть. Опять все заморали. Так что вот так вот готовим кушать. Я хочу помыть мандарины. Почему? Сейчас объясню. Подождите, вода кипит. Все. Все. Потому что у них какой-то налет порошкообразный. Я хочу их закинуть в горячую воду и помыть и тут же сюда положить. Потому что дети подбегают, берут. А мне не нравится, что они в каком-то порошке. Я знаю, что сейчас многие скажут, что дура у нас. Зачем так делать? Никто мандарины не моет. Я вот навела теплую воду и сейчас хочу их немножечко, чисто так, чуть-чуть. Потому что это за раз пакетик сегодня весь съедят. Дети подбегают, берут, чтобы мне каждый раз не мыть по одному мандаринчику. Я решила их разом себе ополоснуть. Называйте меня дуручкой и как хотите. Просто у них какой-то белый налет. Вон что. И мне не нравится это. Я хочу все их перемыть, ополоснуть немного. Я варю суп, зажарку делаю, рыбный суп. Картошку уже бросила, риса немножко бросила. Я всегда рыбный суп варю с рисом. Поставила зажарку. Уже делать стирку у меня стирается. Короче, делала сегодня очень много. Девочки постельные меняют. Стирки сегодня предстоит просто очень много. Лучше все перемою и положу. Также оптирую их и положу. Пускай лежат. Чтоб дети каждый раз не мыть их. Решила сделать так. И все. Удобно вот эта вот все-таки корзина для фруктов. Видите, у меня мытые яблочки уже лежат. А дети подбежали, взяли яблочко. И мыть каждый раз по одному яблочку мне не надо. Классно. Спасибо огромное. Так, все. Сейчас оптиру их. Чистые полотенца возьму. Оптиру их. И туда же в эту корзинку и попростаю. Просто мне не нравится. У них белый налет такой какой-то прям аж. Меня аж это это. Я себе он чистила. И пришлось еще и саму мандаринку под воду я полосну чищенную. Потому что какой-то белый налет прям на руках остается. Как будто порошочек. Сейчас помою и тут к яблочкам положу пускай. Кушают на здоровье. Так. Не помещается уже все. Придется тарелку вытереть. В тарелку положить. Вот сюда и поставлю. Может даже яблоки отдельно, а мандаринки отдельно. Вторую корзинку надо для мандаринок. Надо посмотреть, сходить в фикс прайс. Пойду, посмотрю. То есть еще будет одна, такую еще одну возьму, чтобы все фрукты всегда на столе стояли. Еще для печенек надо какую-то красивую вазу купить, чтобы когда на стол гости так же придут поставить на стол, чтобы что-то было. А то что-то вот так вот. Вот здесь такая корзинка яблочки с мандаринками. Ну и так еще мандаринки просто будут стоять на столе и все. Все. Дети могут спокойно есть. Пойдемте покажу, что я готовлю. Так. Что я готовлю? Готовлю суп рисовый. Тут картошка у меня варится с рисом. Из рыбной консервы. Егорушка-то мусор пошел у нас. Молодец. Так. Помешала. А здесь у меня зажарка. Зажаривается. Морковочка с лучком. Здесь у меня было немножко больше переборщило. Картошка, морковка. И три яичка свежие. Егор принес. Я их помыла. Поставила варить. Можно будет немножко оливье сделать. Так. На всякий случай. Если вечером дети ничего такого не захотят. Тут у меня на молочном супе стоит вода. Ладно. Готовим дальше кушать. Что-то хочу немного поприбираться. Дети опять это все накидали. Надо немножко поприбирать. Девочки, чьи перчатки? Вот это вот черные. Катя, отдай это и юные, по-моему. Это у меня для цветов. Мама. Мама. Форма для хлеба так лежать будет. Или куда убрать лучше? Мне кажется, их сюда. Чтобы у меня не стояло больше. Эту форму для запекания сюда. А, блин. Не влезет тогда. Не влезет. Все полотенца чисто аккуратно сложить. И в шкафчике убирать. Так. Сварила рыбный супик. Здесь у меня варится картошка, яйцо, морковка. А тут у меня уже варится молочный суп. Уже закинула вермишельку. Скоро будет готов. И все. А мы с Егором решили все ешь, ешь. Сделать всем. Сделали бутербродики, колбаска, сыр, хлебушек с чаем. Тебе это расплавить? А? Что расплавить? О, тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Мне ничего не надо расплавлять. Это вы любите расплавленный сыр. Я просто мне вообще по барабану какой. Ух. Сейчас, надумит. Молоко убежало у меня. Суп молочный убежал. Видишь, что страшного? Так что вот такой вот у нас, ребята, сегодня день. Еще день. Егор, чем планируешь каникулы заниматься? Отдыхать? Отдыхаешь? Да, но это не получится. Да, дорожки будешь пить. Егор сегодня с утра жалуется. Блин, еще только утро. У меня уже дорожки. Да ядрить твою ты налево. Ты че сегодня у меня так кипишь? Вроде уже крышку открыл, мне все равно. Жалуется то, что вот, не успел встать, уже дрова надо оттаскать, дорожки чистить, мусор выносить. В коем веке. Так. У меня сегодня что-то вообще суп молочный прям бежит и бежит. Все. Приготовила. Пойду пить кофе. Так, Ваня, ну-ка кыш. Перебираю, ребята, платья. Я хочу на вешалке их все поубирать. Достаю Марине. Надо вот это вот постирать платье. Ну, мне кажется, оно и большое будет. Сейчас достану, проверю все. А есть еще вот такое. Ну, тут плечики. Открыты будут. Бурера надо найти. Короче, тут если платьев пересотреть, у них тут очень много платьев. Есть вот такое вот платьишко. Праздничное тоже. Такие, да. Тут зеленое есть. Ну, а на снежинке будет зеленое нет. А есть вообще вот такое вот золотое. Ну, тоже на снежинку это никуда не годится. А Маша в костюме ходит. Фотографии вам вставлю, так как Маша не хочет показаться. Просто фотографию покажу. Так, нет, нам надо белое. Белых пока два только достала. Сейчас еще пойду доставать платья. Я знаю, что там у нас еще есть другие белые платья. Ну, вот это вот хорошее. И бантик будет белый. Ну, вот это вот я не знаю даже. По идее, как снежинка такая будет. По идее, тоже будет хорошим. Тут с розовым немножко. Ну, сейчас померяем на нее, на Маришу. И посмотрим, какой из платьев подойдет. У нас вечер. Я решила сделать салат. Знаете, в чем прикол? Нет ни майонеза, ни яиц. Чтобы сделать майонез. И муж отправил в магазин. Сейчас пойдет в магазин. Или майонез купит, или яйца. Что-то одно из двух. И заправлю, и будут кушать. Их станкам приходилось пробивать себе дорогу через города, полные ожесточенных защитников. Но численное преимущество союзников оказалось слишком большим. Ксюша, поиграй в колокольчик. Ксюш. Так. Помылась я уже в бане. Помыла маленький шар. Пошли старшие мыться. Вот такой вот, ребята, у нас сегодня был день. Ух, сейчас сделаю себе чай, попью чай. На ваше лицо обработаю. У меня после бани всегда оно такое красное. И как бы немножко отшелушивается. С крабом делаю, а чуть-чуть ничего не помогает. Особенно вот в этих местах всегда отшелушивается кожа. Старая кожа, говоря, снялась, да? Завтра у меня у Марина праздник. Ёлка, как бы, обещается. Приготовила ей платье. Она будет у меня снежинкой. И попрошу там воспитателя, чтобы пофоткали обязательно Маринушку, чтобы мне выслали фотографию. Она красивая будет у меня с белыми бантами. Я приготовила ей белое платье. Надеюсь, что сфоткают и мне отправят. Ну вот, в целом, как-то вот так вот у нас. Ну там как бы не ёлка, а так просто. Для детей в группе чисто. Сделают небольшое. Дедушка Мороз подарит им подарки. И всё. Многих удивляет, что я всё ещё говорю, кульки. И, ребят, раньше всегда так говорили, кульки. Поэтому у меня привычка. Хотя я знаю, что это новогодний подарок, ребят. Но новогодний подарок это тот, что это не сладкий. А сладкий это курок считается. Всегда мне бабушка так объяснила. Так что вот такие вот дела у нас. Я ещё и занесла свою алмазную мозаику. Хочу доделать. Такая вот морская тематика. Я её начала, но потом с этим ремонтом отложила. Сейчас достала её. Выпрямить надо её. А то она что-то немножко погнулась. И пару стразинок отлетела. Сделать и будет нормально. Чё, Оксаночка, втишь? Вон, Оксана, твои штаны. Посмотри, высохли, нет? Внизу, да, ещё не досохли. У Оксани надо пару костюмов ещё домашних заказать. Она потому что не стала ничего другого носить. Только вот костюмы одевает. Они не успевают сохнуть. Ладно, дорогие друзья. Вот такой вот сегодня у меня был день. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь, выйдите на наш канал. Всем желаю крепкого здоровья. Всем желаю всего самого хорошего. Желаю, что в новом году у вас все желания ваши сбылись. Всем говорю пока-пока. Спасибо за то, что вы остаетесь с нами.